МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С сегодняшнего дня тренируются баскетболисты уже в молоте. 21 февраля в 19.30 в Перми в отборочных играх к чемпионату мира 23-го года сборная России сыграет с Нидерландами. А еще в нашей группе Исландия и Италия. Стоимость билетов на матч от 300 рублей до 7 тысяч. Кстати, в заявке на матч есть игрок пермской Пармы Паримач Александр Платунов, так что еще больше болеем за наших. Кстати, в Российской Федерации баскетбола отметили, что Пермь для проведения игр выбрана не просто так. Пермь – великолепное место для любых баскетбольных мероприятий. Здесь уже сейчас есть все необходимое. Готовая инфраструктура, профессиональные организаторы, богатая баскетбольная история и, конечно, великолепные болельщики. Ну а с Александром Башминовым на этой неделе будем говорить не только о баскетболе на телеканале «Ветта», но и, к примеру, о том, что в Перми появится первый электробус на одном из городских маршрутов. У меня может быть немножко странное и противоположное мнение. Оно не критическое. То есть я не выхожу на забастовки против электромобилей. Но одно из предложений, которое совсем недавно стало звучать отчетливее – переход на водородное топливо, те же двигатели внутреннего сгорания перевести с бензина-дизеля на водородное топливо. Мне, лично мне, почему-то кажется, что это более перспективный путь развития. Ну а кто станет собеседником Александра Башминова, пока не скажу. Узнаете в пятницу. Наведьте 24. Неожиданно очень, я считаю. А вот еще информация, которая не должна быть для вас неожиданностью, в случае чего. С 21 февраля россияне смогут получить QR-код при наличии антител к вирусу. С сегодняшнего дня по приказу Федерального Минздрава QR-код можно получить по результатам теста на антитела. Требования к уровню антител не установлены, достаточно само их наличие. Сертификат будет выдаваться на полгода, повторный выпуск такого сертификата не предусмотрен. В случае, если антитела подтверждены еще и положительным ПЦР-тестом, действие сертификата составит один год. Он появится на едином портале госуслуг в течение трех дней с момента передачи информации и будет оформлен на русском и английском языках. Ну и в любом случае берегите себя. По прогнозам синоптиков погода на этой неделе обманчива. Дневные прогнозы на этой неделе все больше стремятся к нулю, а наиболее оптимистично настроенные метеорологи предрекают осторожный 0, плюс 1 и даже плюс 2 в четверг-пятницу. И даже снег с дождем. Впрочем, зима вроде пока не думает отступать. И в выходные, вероятно, еще похолодает. В Пермском крае из-за, сейчас прочитаю, периода солнечной интерференции, которая ожидается в регионе с 22 февраля по 9 марта, возможные помехи в телеэфире, сообщает РТРС. Поэтому, если что, это все интерференция, это не мы. Ну, с другой стороны, на этой неделе у всех все равно должно быть такое приподнятое настроение. В среду выходной, 23 февраля. Сегодня, кстати, день образования Пермской писательской организации. Это случилось в 1940 году. Любители кошек могут поучаствовать в фотоконкурсе от библиотеки. Простите, смарт-библиотеки на Крупской 79 с призами. Кстати, конкурс приурочен ко Всемирному дню кошек. Он отмечается 1 марта, но это уже на следующей неделе. То есть, получается, на следующей неделе уже весна? Так что, уверен, эти 7 дней пролетят незаметно. Да, и пусть они вам понравятся.